Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас очень много интересных событий, о которых тебе нужно знать, это очень важно. Поговорим о том, что делают центральные банки прямо сейчас, про состояние первой экономики мира, про угрозу, которую несет мультичейн, бинансу, эфиру и еще девяти блокчейном, а также я расскажу тебе, почему следующий год может стать одновременно годом глобальной депрессии и годом биткоина. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк, это очень помогает мне находить мотивацию для того, чтобы продолжать свою работу. Давай наберем хотя бы 2000 лайков, мне будет очень-очень приятно. Итак, генеральный директор мультичейна исчез. Это привело к тому, что криптовалюты на сумму в полтора миллиарда долларов стали недоступны для пользователей мультичейна. Под угрозой находятся монеты различных блокчейнов, бинанс смартчейн, эфириум и еще девять блокчейнов, которые работают с мультичейном. Мультичейн это платформа, которая соединяет токены разных блокчейнов. Мультичейн является одним из самых больших мостов между разными блокчейнами в криптоиндустрии. Пользователи этих блокчейнов, которые работали с мультичейном, сегодня обнаружили, что их деньги на сумму почти в полтора миллиарда долларов просто-напросто недоступны. В этой истории есть несколько очень важных деталей, которые могут нас научить многому. Первое. У децентрализованной кроссчейн платформы мультичейн есть генеральный директор. Никогда ни у чего, что представляет децентрализованную организацию, не должно быть генерального директора. Это полный оксюмарон. Это несовместимые вещи. Эта ситуация предупреждает нас о том, что не все платформы, которые называют себя децентрализованными, являются такими на самом деле. Нужно всегда очень внимательно проверять. Второе. Факт того, что генеральный директор мультичейн пропал, вызывает штормовой эффект на рынке кроссчейн платформ. Полтора миллиарда долларов, принадлежащих пользователям, застряли. Это вызывает обеспокоенность даже такими протоколами, как Фантом. Бинанс даже заморозил любые операции с некоторыми токенами, которые принадлежат к кроссчейн платформам, включая мультичейн. Из-за этого некоторые мелкие биржи испытывают всплеск выводов денег. Например, Gate.io. Я бы не рекомендовал хранить свои сбережения на таких экстремально опасных и неликвидных биржах, как Gate.io. Учитывая первый пункт, неудивительно, что теперь эти полтора миллиарда долларов, как сообщают некоторые источники, могут контролироваться китайскими властями. Кроме этого, если кроссчейн платформа, которая связывает разные блокчейны, является не децентрализованной, появляется новая угроза. Кроссчейн платформы иногда хранят обернутые криптоактивы. Например, ты хочешь перевести токен из блокчейна Avalanche в блокчейн Эфириума. Некоторые платформы берут оригинальный актив и превращают его в так называемый обернутый актив. Наш оригинальный Avalanche превращается в обернутую Эфириум-версию. Еще одним примером такого токена является RAPT Bitcoin или же обернутый биткоин. Иногда спрашивают, а что же лучше держать, биткоин или WBTC. Да, RAPT Bitcoin часто дешевле и быстрее в операционном плане. Но я бы не сказал, что лучше держать его, потому что это не нативный биткоин. У него нет той ценности, которая несет в себе реально децентрализованная природа биткоина. И если произойдет нечто подобное событиям вокруг мультичейна, ты потеряешь доступ к своим RAPT Bitcoin. Также я прочел несколько статей насчет мультичейн-драмы, в которых было сказано, что ситуация с мультичейном может навредить блокчейнам, которые с ним работают. А обернутые активы в мультичейне могут потерять всю свою стоимость, если их больше невозможно обменять на нативные криптовалюты. Вполне логично, ведь мультичейн-платформа работает как хранитель ценностей, которую ты конвертируешь в обернутый актив. И если ты не можешь провести обратную конвертацию, все твои активы превращаются в антик. И сейчас внезапно мы обнаружили, что 11 блокчейнов не могут функционировать. Активу на сумму в 1,5 миллиарда долларов недоступны. И все из-за того, что один единственный человек, генеральный директор мультичейна, пропал. Пусть это станет большим предупреждением для всех нас. Мы должны изучать все протоколы на предмет централизации и быть осторожнее с обернутыми активами. Лучше держать нативный биткоин, чем WBTC. Теперь я хочу перейти к очень интересным и позитивным новостям. Питер Шиф, известный как Золотой Жук, который всегда славился непринятием биткоина, внезапно дал интервью Энтони Помплиано, известному биткоинеру. В интервью неожиданно Питер Шиф впервые в своей истории сказал что-то позитивное в адрес биткоина. Впервые этот человек начал понимать ценность блокчейна биткоина. Все крипто-сообщество шокировано тем, что Питер неожиданно становится членом биткоин-сообщества. Питер Шиф теперь стал биткоинером. Мой хороший друг, очень хороший артист, нарисовал мне кусок золота. Но мы решили продать этот рисунок и еще несколько наших принтов. Для этого мы используем биткоин. В частности, ординалы, которые являются биткоин-версией Ethereum NFT. Мы используем биткоин-блокчейн как способ аутентификации исходного подлинного статуса этих принтов. Таким образом, любой, кто их купит, а затем захочет продать кому-то, сможет доказать, что это не подделка. Итак, Питер Шиф всю жизнь говорил, что в биткоине нет внутренней ценности, что биткоин всегда будет падать. Теперь он фактически осознал ценность биткоина, ценность блокчейна, как способ различить оригинал и подделку. Можно найти способ, что мое владение Сатоши каким-то образом дает мне возможность пользоваться вычислительными мощностями сети, с помощью которых я сделаю что-то еще. Так это же биткоин! Вы что, стали биткоин-быком? Спасибо! Есть способ для моих Сатоши предложить какую-то ценную функцию, что я могу с помощью Сатоши сделать что-то дешевле, чем без них. Но это и есть биткоин. Нет лучшего способа отправить деньги по всему миру. Но если я отправлю Сатоши, я же отправлю ничего. Вы можете выпустить токенизированный доллар, даже золотой токен. Вы сможете отправлять ценность кусочка золота в виде этого токена из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, например. Менее, чем за 2 минуты и менее, чем за копейку. Да, я полностью согласен. Используя биткоин, я могу сделать это более эффективно. На это отреагировал даже генеральный директор Бинанса Си Зет. Он написал «Я счастлив видеть, как Питер Шиф меняет свое мнение на противоположное». Что ж, 10 лет Питер отрицал очевидное. Сегодня самый большой медведь стал биткоинером. Это буквально красная дата в календаре. А теперь я хочу поговорить о состоянии экономики США. И что важнее всего о больших действиях, которые предпринимают центральные банки разных стран, зная, что фиатным валютам в ближайшее время может прийти конец в том виде, которыми мы их привыкли видеть. PMI – это индекс деловой активности, который в Чикаго обвалился до 40. Это девятый месяц падения этого индекса. И это не просто маленькое падение, это огромный обвал. В апреле этот индекс составлял почти 49 пунктов. Сейчас же он упал до 40,4. Если что, любое значение ниже 50 для этого индекса означает рецессию. Это означает, что менеджеры не поставляют товары, а делают это они потому, что ожидают снижения спроса или же его отсутствия. Посмотри на этот график. Этот индекс в целом находится в нисходящем тренде уже на протяжении 9 месяцев. Это важно, потому что мы можем понять, какими будут отчеты о доходности для компаний и как это повлияет на фондовый рынок. Если этот индекс растет, значит растет и спрос, значит и вырастут доходы компании. Если он падает, спрос падает и доходы компаний тоже будут падать. Но посмотри на это. Долговая драма разрядилась пока что. Но к чему это приведет? На рынке выльется еще больше облигаций, что приведет к росту процентных ставок и падению цен на облигации. Об этом мы говорили в более ранних видео. Но я хочу кое-что к этому добавить для розничного сектора. Розничные продажи падают, многие розничные магазины закрываются. Об этом говорит новый отчет Мэйсис. В ряде отчетов о доходах от розничных продаж отмечается слабость потребителей в начале весеннего сезона. Акции сети Мэйсис упали на 10% после того, как они сократили прогноз прибыли и продаж. Вот почему так важно следить за такими индикаторами, как PMI Chicago, о котором мы сегодня говорили. С помощью этого индикатора мы можем прогнозировать то, какими окажутся доходы компаний. И отталкиваясь от этого прогноза, можно ожидать падения или роста фондового рынка. Учитывая, что этот индекс рекордно обвалился, я не удивлюсь, если мы увидим больше таких компаний, как Мэйсис, в будущем. И смотри, что еще произошло с такими компаниями, как Amazon и Apple. Это скандал. Amazon согласился выплатить штраф в 30 миллионов долларов для урегулирования обвинений в нарушении конфиденциальности, связанных с ее продуктами Alexa и Ring. Смешно, они заработали на этих продуктах сотни миллионов, если не миллиардов долларов, и заплатили всего лишь 30 миллионов долларов за нарушение. Это как заплатить штраф за превышение скорости. Вот только это не превышение скорости, это вторжение в личное пространство. FTC заявила в отдельных судебных процессах, что Amazon ненадлежащим образом защищала или хранила видеозаписи и данные профилей пользователей, включая детей. Неизвестно, сколько случаев неправомерного доступа к конфиденциальным видеоданным клиентов имело место на самом деле. И это происходит тогда, когда тот же Amazon собирается устанавливать цифровые термостаты в домах. С помощью них они даже смогут контролировать, как часто ты отапливаешь свое помещение. И весь этот контроль будет ради достижения их климатических целей. Также у нас есть новости о Китае, что все больше компаний хотят вернуться из Китая домой. Это хорошо для рабочих мест, но это приведет к росту инфляции. Кроме этого, на инфляцию может повлиять и Панамский канал, который является торговым хабом. Они объявили о том, что уменьшает глубину погружения крупных судов из-за того, что Панамский канал буквально сохнет из-за экстремальных погодных условий. Многие крупные корабли могут даже не пройти его. Это означает удорожание логистики, цепочек поставок и, как следствие, инфляционного давления на ФРС США. Все больше и больше компаний стремятся перенести свои производства из Китая домой. Это может иметь серьезные последствия для глобальной цепочки поставок. Согласно анализу Банков Америка, упоминания о переезде из Китая домой в отчетах о доходах S&P 500 в первом квартале этого года выросли на 128%, Опережая даже рост упоминаний искусственного интеллекта. На это влияет множество факторов. Российская и Украинская война, последствия пандемии коронавируса, стимулирование США и Евросоюза домашнего производства и так далее, и так далее. Но я думаю, что реальной причиной, почему люди покидают Китай, является геополитический риск. Геополитическое трение между США и Китая вокруг Тайваня, рост наций БРИКС и так далее, и тому подобное. И теперь мы переходим к главной теме. Посмотри, что делают центральные банки этих стран, особенно стран БРИКС. Центральные банки покупают золото рекордными темпами в 2023 году, исходя из отчета Всемирного Золотого Совета. В январе и феврале эти центральные банки коллективно купили 125 тонн драгоценного металла, что является рекордным показателем. Посмотри на этот график. Мы видим на нем, что покупки являются самыми рекордными за последние 13 лет. И это при том, что 2023 год еще не закончен. Странами, которые сообщили о крупнейших покупках в первые два месяца 2023 были Сингапур, более 51 тонны. Турция, 45,5 тонн. Китай, почти 40 тонн. Россия, более 31 тонны. И Индия, почти 3 тонны. Центральный банк России опубликовал обновленную информацию о своих золотых резервах впервые примерно за год. Поэтому эта 31 тонна золота, скорее всего, была накоплена в течение нескольких месяцев, а не в январе и феврале этого года. Почему центральные банки это делают? Я думаю, что они знают, что фиатные валюты в скором времени сильно изменятся. Теперешние деньги умрут. И вот почему тебе так важно понимать, что конец фиатных валют это эра, золото, серебра и биткоина. Ничего-то одного, а сразу трех активов. Ведь диверсификация очень важна. Страны Брикс продолжают оставаться крупнейшими покупателями золота. Это значит, что мы находимся на переломе эпох. И в будущей эпохе, как пишет эта статья, нас ожидает мультиполярный мир. Американо-центричный и Китая-центричный. Впервые в истории страны Брикс обогнали страны Большой Семерки в плане ВВП. Чисто по цифрам Брикс растут. По покупкам золота они растут. Золото играет важную роль в этой многополярности. Брикс нуждается в драгоценном металле для отхода от доллара США, который был мировой резервной валютой около 100 лет. Все больше и больше мировой торговли сейчас ведется в китайском юане. И есть сообщение, что Брикс, в которые со временем могут войти другие важные развивающиеся экономики, например, Саудовская Аравия, разрабатывают собственные средства платежа, обеспеченные золотом. Однако и в США происходят похожие процессы. В недавних видео я показывал тебе, что, например, Техас создает свою цифровую валюту, обеспеченную золотом. Если не видел это видео, посмотри по ссылке в описании. Кроме этого, мы видим, что чистый приток средств, ВТФ, обеспеченный золотом, в марте стал положительным. После 10 месяцев оттока средств подряд. Причем рост инвестиций стал самым большим с марта 2022 года. Многие спрашивают, а что же будет делать ФРС дальше? И почему до сих пор не ударила Великая Депрессия, как в 1929 году? Что ж, последствия действий в ФРС наступают с задержкой, а ФРС еще не достигла пика процентных ставок. По данным аналитиков Александра Редмана и Дэлли Чен, за последние 70 лет за паузой в повышении ставок в ФРС США в 75% случаев следовала экономическая рецессия со средним отставанием в 6 месяцев. Учитывая, что они еще не сделали паузу сейчас, Исторически мы можем ожидать больше боли на протяжении как минимум 6 следующих месяцев. Итого, розничная торговля сталкивается с падением спроса. ФРС США еще не сделала паузу. PMI падает. Инфляционное давление снова может вырасти из-за бегства компаний из Китая и Сухого Панамского канала. Поэтому я не удивлюсь, если на протяжении 6 месяцев мы получим официальное подтверждение про официальную рецессию. И после этого мы можем увидеть побег в золото, серебро и биткоин. Кроме этого, в 2024 году нас ожидает новый халвинг биткоина, когда награда за добытый блок будет уменьшена вдвое. Что, по моему мнению, тоже является бычьим событием для биткоин. Таким образом, 2024 год может стать годом глубокой депрессии, но и одновременно годом биткоина. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Если нашел что-то интересное в этом видео, не забудь поставить лайк. Мне будет очень-очень приятно. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok